Приветствую, друзья! С вами на связи Александр. Я вещаю с острова Бали из Индонезии. И в этом видео я вместе с вами хочу непродолжительно поговорить о счастье и о ценностях в нашей жизни. Потому что мы пришли в этот мир для того, чтобы быть счастливыми и для того, чтобы реализовывать в этой жизни самое лучшее, что есть в нашем потенциале. И надеюсь, что это видео поможет кому-то изменить свою жизнь и к лучшему. Я, конечно, не настаиваю. Каждый человек сам принимает решения, делает определенный выбор ежедневный, может быть, даже ежеминутный в своей жизни. Почему я говорю о ежеминутном? Потому что мы постоянно мыслим. Процесс мышления у нас не останавливается. Даже во сне продолжает мозг работать. И от того, в каком направлении направлены наши мысли, будет зависеть, каким образом складывается наша жизнь. Кстати, я заметил такую тенденцию, что в зависимости от наших ценностей базовых, внутренних, складывается в дальнейшем наша жизнь. То есть то, что у нас внутри, оно с течением времени реализуется и превращается в действительность, можно сказать, материализуется. Теперь я несколько своих ценностей озвучу. Это три ценности будут, чтобы слишком долго не растягивать видео. И я думаю, что неплохо было бы, чтобы вы тоже в процессе этого видео подумали о своих ценностях базовых. И, возможно, это видео поможет вам произвести некоторую переоценку ваших ценностей и изменить свою жизнь, свою судьбу к лучшему. Первая и основная базовая, может быть, ценность в моей жизни – это моя семья. Вот я выбрал себе жену, мы вместе счастливы, Бог дал нам на данный момент троих детей. И наша задача сейчас в этих маленьких личностей – вложить все самое лучшее для того, чтобы сформировать их мировоззрение, для того, чтобы сформировать у них широкий кругозор. В принципе, почему мы отправились в путешествие. Вы знаете, вот сейчас они общаются с различными людьми из различных культур, из различных национальностей, с различными религиозными взглядами, отношением к жизни, из различного социального уровня, с различными языковыми навыками. То есть люди, которые говорят на разных языках, вот сейчас уже мелкие начинают наши английские слова вставлять в свою речь, и даже с ребятишками местными играются, индонезийские слова начинают употреблять. И моя задача, чтобы сформировать в своих детях здравый смысл, чтобы они могли правильные решения принимать в своей жизни, делать правильный выбор. И если у вас эта задача присутствует, это не простая задача, это очень, может быть, даже сложная задача – вложить в детей самое лучшее. Требует больших усилий умственных, физических, потому что нужно работать. Но с течением времени, если вы строите, все это выстраивается. Значит, это то, что касается семьи. Вы знаете, недавно мы с одной девушкой познакомились, она спрашивает, чем ты занимаешься? Я говорю, ну, я музыкант, играю на гитаре, она говорит, о, а вот мы сколько общались с ней, она говорит, по тебе никогда не скажешь, что ты музыкант. Ну, на вы как бы, то на вы, то на ты, вы, говорит, похоже на предпринимателя, на бизнесмена. Я бы не назвал себя бизнесменом в классическом понимании этого слова, потому что у меня нет никаких предприятий, у меня нет никаких складских помещений, каких-то поставщиков, всяких накладных, то есть с бумагами, ничем я таким не вожусь. Я подумал, интересно, почему она к такому выводу пришла? И я ей сказал, ты знаешь, что, наверное, я действительно бизнесмен, то есть деловой человек, потому что для меня семья – это бизнес. Нужно уметь выстраивать отношения с женой, нужно уметь правильно воспитывать детей, нужно бюджет вести семейный, расходы, доходы, откладывать деньги. Мы на благотворительность стараемся выделять определенное количество денег, потому что не всем так хорошо, как нам, может быть. Так что семья – это действительно бизнес. Но это первая ценность – семья. Если у вас есть эта ценность, и вы над ней будете работать, конечно же, она будет воплощаться, может быть, это все будет не сразу, нужно будет преодолевать определенные трудности, определенные ступени, проходить этапы, но в конечном итоге результат, он принесет огромную радость. А вторая моя базовая ценность, я думаю, что она для многих людей тоже играет важную роль – это любимое дело. Здорово, когда вы можете любимым делом заниматься, и плюс ко всему, если еще за это зарабатываете деньги. Я как-то с одним юристом занимался по игре на гитаре, он у меня брал консультации, и он говорит, знаешь, как я тебе завидую, вот у меня, говорит, нотариальная контора, и там еще какие-то у него бизнесы, я занимаюсь этим так вот, через силу. С утра приходится вставать, какие-то обязательства перед людьми, а ты занимаешься любимым делом, играешь на гитаре, еще плюс тебе за это платят деньги. Вы знаете, кто-то скажет, что это несбыточная мечта, но я в это верил. Вера, кстати, играет огромную роль в нашей жизни. И если вы будете верить в то, что вы сможете зарабатывать деньги, занимаясь любимым делом, это возможно. Есть определенные принципы, и их, в принципе, они практически на поверхности, но нужно их разглядеть и внедрить в свою жизнь. И потихоньку, конечно же, вы достигнете результата. Это любимое дело – вторая ценность. И третья базовая ценность – это способ заработка денег. Потому что можно заниматься любимым делом, например, и не получать за это деньги. Можно заниматься любимым делом, получать за это деньги. Но, знаете, вот приведу просто в качестве личного примера. Если я обучаю игре на гитаре в музыкальной школе, то я привязан к определенному месту в этом городе. И если я не пойду в музыкальную школу, не буду обучать детей, подростков игре на гитаре, скажем, то мне никто не заплатит деньги. Но это вроде бы любимое дело, но есть определенные ограничения. Если же я тоже обучаю игре на гитаре, но через интернет, то это дает мне огромную свободу. В принципе, моя музыкальная школа, мой офис – это любая страна мира, любое помещение, даже двор, где есть доступ к интернету посредством Wi-Fi. И вот таким образом тоже можно, используя любимое дело и, пользуясь современными возможностями, зарабатывать деньги, которые достаточны для комфортной жизни, для того, чтобы наслаждаться жизнью и приносить пользу другим людям. И я считаю, что одной из особенностей, каким образом я могу принести пользу – это вдохновить вас изменить свою жизнь. И поверить в себя, поверить в то, что у вас есть огромный потенциал, у каждого человека есть огромный потенциал, который он может использовать для того, чтобы быть счастливым, наслаждаться жизнью и приносить пользу другим людям. Подумайте о своих ценностях жизненных, может быть, произведите определенную переоценку ценностей. Иногда это может быть очень больно, дискомфортно и неприятно, но это порой необходимо сделать для того, чтобы выйти на следующий этап мышления, на следующий этап, когда вы сможете уже раскрыться и начать реализовывать себя. Путь этот может быть долгим, продолжительным. У кого-то это несколько месяцев, у кого-то это несколько лет, как у меня заняло. Но усилия того стоят, потому что результат вы сами видите. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, что оно кому-то будет полезным и поможет задуматься о том, куда уходит жизнь и на что мы тратим свое время. Всего доброго. Пока-пока. Увидимся в следующих видео.